Лисичка Здравствуйте, ребята! Вчера такой громкий спор случился между Лисичкой и Волком. Мне так было интересно за ними наблюдать, и в то же время немного опасно. Хм, а чего он? Я же девочка, мне уступать надо. Лисичка, ну ты опять начинаешь. Что я? Я ничего. Я просто не понимаю, почему Волчонок жалуется, что ему досталось меньше еды. Жаловаться очень плохо. Тебе нужно было так и сказать, а ты начала спорить. Волчонок первым начал ябедничать на меня, как будто я отобрала у него пирожок. А с чего же все началось? Волчонок вчера пришел ко мне в гости, и мама его угостила пирожками, а меня отправила в магазин. Волчонок со мной не пошел, а когда я вернулась, мы пошли играть в комнату. Сначала все было хорошо, мама принесла нам шесть пирожков. Волчонок сразу же два съел, а я только один. А потом ты ушла помогать маме, а он съел еще два, правильно? Да, а когда я вернулась, то решила доесть последний пирожок. И после этого вы стали ябедами. Он стал со мной спорить, что этот пирожок должен был достаться ему, потому что он последний. А ты пошла жаловаться маме. И ты поступила. Очень нехорошо. Ты могла просто попросить у мамы еще пирожков, тогда вы не поссорились бы. Но зачем он начал меня обвинять? Он же и так съел один мой пирожок. Вот видишь, ты и сейчас на него ябедничаешь. Нельзя же так, лисичка. И что же мне делать? Все было так вкусно. Но Волчонок же твой гость. А представь, когда ты будешь у него в гостях, он не уступит тебе последний кусок пирога. Ты расстроишься. Вот он так же расстроился. Но это же был мой пирожок. В такой непростой ситуации тебе стоит гордиться тем, что твоя мама умеет печь такие вкусные пирожки. Твои друзья с таким удовольствием их кушают. Волчонок уйдет домой и уже не поест такой вкуснятины. А ты останешься дома и можешь хоть все съесть. Но я об этом даже не подумала. Лисичка, тебе просто стоит со стороны взглянуть на ваш спор. Тогда ты с легкостью решишь, как правильно нужно поступить. А ябинчить ни в коем случае нельзя. Во-первых, это очень некрасиво. Вспомни, когда тебе Волчонок пожаловался на Мишку. Когда они не потеряли конструктор, помню-помню, ух уж эти мальчишки. Сначала один подбегал жаловаться, потом другой. Не давали мне спокойно на качелях покачаться. Вот видишь. А представь, каково маме постоянно выслушивать ваши жалобы друг на дружку. Ой, какой кошмар. Я больше никогда, никогда так делать не буду. Очень плохо быть ябедой. С тобой никто не станет дружить. Если ты будешь постоянно ябедничать, всем будет с тобой неинтересно. Потому что если что-то не так, ты бежишь и жалуешься. Нет, я так не хочу. Я же такая веселая и со мной вообще никогда не бывает скучно. Конечно. А когда ты ябеда, интерес играть с тобой пропадает. Я побегу. Извинюсь перед Волчонком. Я его очень обидела. И у мамы попрошу прощения. Она же ради нас старалась и пекла мои любимые пирожки. Пока-пока. Пока всем. Пока. Пока, лисичка. Вот видите, какое хорошее решение было принято. И какой хороший урок освоен. Не нужно быть ябедой. Лучше всегда указать своему товарищу на ошибку. И избежать спора. Но если все-таки не получается, то просто уступите. Вы поступите умнее и все пройдет без ссор. До свидания, ребята. Пока-пока, ребята. Нажимайте на колокольчик и мы с вами скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok